Девчонки расфуфыренные все Который сидел рядом. Он говорит, мы не можем этого сделать. Он говорит, почему? Посмотрим, что из этого получится. Сегодня инстаграм, завтра же инстаграм. Для того, чтобы интервью было блестящим, к нему надо готовиться. Я к интервью готовился и делал это 12 лет. Круто. Ес. Я так и знал. Но в нашем случае интервью будет блестящим, ты уже понял, да? Хочется спросить, каким шампунем голову мыть. Есть ли хоть одна удачная шутка, которая попала в тебя по поводу прически? Я не ждал этого вопроса. Были тут, если шутить, то и шутить так, чтобы было смешно. Дочка недавно меня сфотографировала. В инстаграме у меня есть фотографии. Это фотография. Это сделала моя дочка. Я сидел напротив на кухне. Она меня с таким вот увидела. Вот она меня увидела вот таким. Вот это самая лучшая прическа, которая когда-либо была в моей жизни, друзья. И шутка. И искрометная шутка. Я оценил. У нее чувство юмора хорошее. Она ничего не сказала. Просто сфотографировала меня. По поводу шуток. Неоднократно и не два раза видел тебя в зале на КВН. Просто для меня это такое. О, видишь известного человека в зале, смеющегося. Это круто. Ты знаешь, мне повезло. Я очень давно знаком с Александром Масляковым. И мне посчастливилось много раз бывать в зале на КВН. И это то, от чего я лично получаю огромный заряд позитива, жизнелюбия и вообще добра какого-то. А юмор вообще помогает жить. И самоирония, и юмор, и если относиться ко всему. Я не верю людям, которые не шутят, и которые не смеются. Любимая команда? Ну, не знаю. Так исторически сложилось. Мне давно нравятся пельмени. Мне... Знаешь, вот если мы сейчас начнем кого-то отмечать, кого-то не отметим. На меня они обидятся. Потом напишут, скажут, вот держай, сволочь. Мы его песню перепевали. Он нам говорил такие слова хорошие. А вот в эфире нас там не отметил. Поэтому любимые все... Самая запомнившаяся шутка про твое творчество. И там прекрасные были вещи. Например, давайте сразу, Наташа, зачем нам вино? Давайте сразу, Наташа, зачем нам вино? Самый запоминающийся при Аскиров это 96-й год, когда был футбольный матч. Ты помнишь этот приезд? Да, помню. Феерическая история. Я не могу вообще описать двумя словами, что это было. Ну, футбольная команда Старко, она была создана в начале 90-х годов. Мне позвонил Миша Муромов и говорит, давай в футбол играть вместе. Давай будем ходить. И мы ходили в Олимпийский, Володя Просняков. И мы просто ходили играть в футбол в Олимпийском, значит, в закрытом зале. А потом баня была. И кто-то шел больше поиграть в футбол, а кто-то больше в баню шел. То есть появился такой клуб по интересам, свободный от музицирования. Все же на гастролях. И никто никогда нигде не собирались. А тут вдруг появился такой интерес, где мы стали собираться, и музыка музыкой. А здесь вот мы футбол, баня и все такое прочее. И... А потом это обрастало, обрастало, обрастало. Нас стало очень много. И мы стали ездить, играть товарищеские матчи. А потом мы доигрались до того, что у нас появился свой самолет. И мы летали уже... Да. И мы летали по городам. И то, что происходило, невозможно описать словами. Биток был в каждом городе, на каждом стадионе. Было не попасть, не пройти, не проехать. Люди стояли за несколько километров. Рекорды. Москва 100 тысяч. Киев 100 тысяч. Везде 100 тысячники. Мы собрали несколько 100 тысячников, проехав по стране только за одно лето. Но были города, конечно, где хитрили организаторы. Что они? Они накрывали банкет роскошнейший. Прямо там, знаешь, когда тебя встречают у трапа. И мы идем такие все... А все же с гастролей прилетали. И были, ну, скажем так, немножко уставшие. Но кто-то мог с Дальнего Востока прилететь еще. А тебя у трапа уже встречают. И там чак-чак. И там все наливочка. И песни поют. И тебя сразу на банкет. Ну, какой потом футбол? Еле бегали. Ура! Удевайте! Ура! Ура! Кто прям круто играл из этой команды? Там каждый... Ну, это по футбольной меркам. Там каждый, каждый, каждый вносил. Каждый Крис Кельмит, царство небесное. Здорово играл. Вот Крис, он... У него вообще было такое, знаешь, наблюдение мое, что... Он вот топтался, он какой-то такой медлительный такой был такой. И он-то все время топтался где-то в районе штрафной. Но стоило ему отдать мяч, вот он топтался, топтался вокруг мяча, потом пум и гол. А с профессионалами играли? С действиями. Играли. Много раз играли с профессионалами. Ну, давай так. Мы с дублями играли. То есть, либо с ветеранами, либо с дублями. И вот такой был эпизод, как я сейчас вспомнил. Мы были в Ереване. Представляешь, Ереван, стадион. И вот атмосфера. И мы играем, и нам фартит. Ты понимаешь, что такое фартит? Ну, когда ты вот особо-то... Ну, ты понимаешь, что, ну, хорошо, в ничью, потому что все-таки дружеский визит, там, та-та-та и так далее. Ну, нам фартит. А они упираются, а им не фартит. И мы выигрываем у них со счетом в один мяч. Причем, по-моему, по пенальти. Ну, то есть, вариантов нет. Это же фортуна, как выпало, понимаешь? Вратарь волновался, может быть, на него бежал, там, я не знаю, там, Володя Просняков, там, Сережа Крылов. И он увидел артиста, там, разволновался и случайно пропустил последний. Не важно. Но, к чему я тебе это рассказываю? А они настолько и зацепило их это самолюбие, что ровно через неделю они назначили матч-реванш. И мы там же, опять на этом 100-тысячнике. О-о-о! Я не понял, меньше в Ереване, а не 100 тысяч. Но не важно. Опять биток и опять мы играем. И, конечно, они выигрывают. Был выпуск «Жить здорово» с Еленой Малышевой, где тебе делали УЗИ. Да. Андрюш, у нас УЗИ работает прямо в студии, поэтому вам сделаем прямо сейчас. Сочту за честь. Мне говорили, что в четвертую группу крови... Какие еще вещи были, куда звали, и ты приходил, либо отказался к этой необычной... Самая потрясающая съемка, которая была, это... Меня позвали в программу к Андрею Малахову, где юбилей 30 лет фильму «Гости из будущего». Где Алиса, Алиса Селезнева. Помнишь, Милофон? Да, конечно. Это прекрасно. Космические пираты. Это была фантастика, потому что я обожаю этот фильм тоже. Это же классика, понимаешь, ну, вот, таких фильмов уже не повторить. И сидят в кадре вот эти люди, которые создавали этот фильм. Столько времени прошло, а они вот, глаза все, они рассказывают об этом. И меня пригласили, ну, дальше все понятно, аналогия Алиса. Алиса, я попросил спеть эту песню в кадре. Если вы не будете против, я буду спеть эту песню. Я хотел сегодня подарить Алисе Селезневой, которая, на самом деле, Наташа Гусева. Вот. И она не актриса профессиональная. Она работает где-то, по-моему, совершенно... Микробиолог, если вы ошибались. Микробиолог, совершенно верно. И ты знаешь, это было чертовски трогательно. Я даже ее пригласил сниматься в свой клип, который в этом году начали снимать. Потому что песня Алиса в этом году тоже 30 лет. Если у меня есть такая возможность, я бы сегодня эту песню посвятил Наташу. Прощай, Алиса, погасли звезды. И глядив в окно взрослой жизни, первый твой на свет. Был еще опыт делать саундтрек в фильме «Лузер» Александра Абдулова. Да. Как жизнь свела с Александром Абдуловым? Андрюша Макаревич позвонил мне и говорит, слушай, тут Саша Абдулов снимает кино, ему нужна музыка к фильму, а ты здорово пишешь лирику, и вообще у тебя такие темы интересные. Напиши. Помню этот момент хорошо. Там был такой эпизод, знаешь, вот в начале создания музыки. И там на титры, там титры в начале, они идут, по-моему, в 6 или 7 минут. И на них была какая-то музыка уже. И когда он ко мне первый раз пришел в студию посмотреть, что я делаю, я говорю, ты знаешь, я вот хочу на титры другую музыку придумать. Он говорит, да не надо, вот это уже есть, мы уже привыкли к ней. Ну, с чего-то надо начинать. Я решил сделать по-своему. Я стал сочинять. И сочинил вальс. Почему я это делал? Потому что мне очень понравилась картинка титров. Там Саша идет по Москве. Сюжет такой, что он идет по предновогодней Москве. Все радуются. Люди показывают. Кто-то рад, кто-то с лыжами идет, кто-то елку тащит, кто-то мандарины во оськах, понимаешь. Кто-то грустно едет, потому что... И там такие моменты. И он выходит на Тверскую улицу, из перехода, стоит девушка, красавица, улыбается ему. И он думает, ох, подходит к ней, а сзади выходит молодой человек этой девушке, давит ей цветы. И вот он... Ну, это какие-то драматические моменты, очень интересные были. Я проникся этим. Мне страшно нравится, когда у кого-то что-то получается. Я понял, что сюда нужна другая музыка. И когда он ко мне пришел второй раз, то я говорю, а послушай. И он послушал. И говорит, ничего себе. А продюсер, который сидел рядом, он говорит, мы не можем этого сделать. Он говорит, почему? И он сказал, я сказал, будет это. Вот он был такой человек, волевой человек. И все. И прошу любить и жаловать. Включите фильм «Лузер». Знаете, там замечательный вальс на титрах звучит. Возвращаем. Ну, ты понял? Вот так. Начало «Сталкера», там, 1985 год. И «Машина времени» в этот момент, ну, они просто, они, ну, звезды масштаба «Битлз» в нашей стране. Когда у тебя свела с ними судьба, было ли вот это? Нас судьба с ними свела в 87-м году на гастролях в городе Свердловск тогда. Мы жили в одной гостинице, там мы познакомились. Мы зашли в буфет и встретили там своих, в общем-то, кумиров. Вот, и то есть, путь от кумира до... Он измерялся одним вечером общения. То есть, когда мы после концертов пришли в номер, и они открыли холодильник, то бутылки там не так, а вот так лежали. Вот, и проведя незабываемых несколько дней... Да, но у нас, я должен тогда уже похвастаться. Знаете, у нас тогда было 60 с лишним концертов в городе Екатеринбург. Мы там жили месяц в этой гостинице. Подряд? Подряд. Каждый день? По пять, по четыре. И они, естественно, они про это узнали. Потому что машина времени тогда приезжала в Екатеринбург и давала, по-моему, один или два концерта в каком-то соседнем городе. И уже на второй день у нас в зале в 12 часов, вот после этой ночи, про которую я тебе рассказывала, где нас научили, значит, использовать холодильник для укладывания горизонтальных спиртных напитков, чтобы больше влезло. А уже на второй день в 12 часов был первый концерт у нас. И в зале, не помню, в полном составе или нет, но Андрюша пришел точно. И мне это потом прислали фанаты, до сих пор где-то у меня есть эта съемка. И он сидит и с большим интересом смотрит, что делают эти все люди, потому что полный зал в 12 часов дня народу. Девчонки расфуфыренные все, значит, это самое, ну, все такое прочее. И еще у него потрясающая, конечно, музыкальная память, потому что когда мы вечером встретились, там, стали продолжать наше банкетирование, то он мне напел половину моих песен, которые слышал первый раз в жизни. Вот такая у него потрясающая память музыкальная. Ну и все, и таким образом мы были знакомы тысячу лет уже. И после этого мы стали... Конечно, за какую-то... И все, и потом началось, началось, где-то в Москве, где-то чего-то. И как-то мы вот с этим вот ощущением уже музыкального братства жили все эти годы. А когда у них стал вопрос, кого пригласить, они, находясь далеко во Владивостоке, а в Вашингтоне они были, они, ну, давай позвоним вот этому парню. Мне позвонили. Я был по счастливой случайности дома. Мобильных телефонов, по-моему, тогда еще не в каждый дом пришел железный конь. И вопрос прямо в 12 часов ночи. А не хотел бы ты поиграть в группе машин? Я говорю, отличная идея, братцы. А почему нет? Мне очень жаль, мама, но эти реки не куда-нибудь... А касаемо холодильника и буквы, ближайших там, допинг, был ли он в жизни, я имею в виду алкоголь? И продолжается с большим успехом. То есть ты, в принципе, иногда позволяешь себе прибухнуть? Ну, давай так, значит, ужасно хочется поумничать и сказать словами Амара Хаяма, знаешь, вот это вот запрет вина, закон, считающийся с тем, что пьется много ли, когда и с кем, когда же соблюдены все эти оговорки, пить признак мудрости, но не порог совсем. Но я вам скажу по-простому, друзья, 50 грамм хорошего напитка ежедневно, да еще в хорошей компании, продлевают жизнь абсолютно точно, это вам любой доктор скажет. Поэтому на здоровье. Брат ты мне или не брат? Вторая позиция. Рад ты, рад ты или не рад? Сядь со мной за стол, налей себе вина. И если ты мне брат, то кто тогда жена? Нашел фотографию ты и Юрий Хой в одном кадре. Сто лет назад это было, мне тоже сейчас ее прислали, она пошла гулять по интернету. Где-то у нас был тур, большущий тур со Сталкером, и где-то он к нам пришел и говорит, вот, Сталкер, я столько про вас слышал. А тогда все, повторяю, тогда все было на кассетах, на бобинах. Все слышали друг, никто никого не знал в лицо, но все слышали друг друга и только по бобинам. И вот это ощущение вштыривания от прослушивания какой-то бобины, оно и определяло степень величия артиста. Я его не знал, он меня не знал, он ко мне пришел, мы с ним в одной гримерке что-то выпили, тоже немножко посидели там. И обменялись какими-то своими музыкальными пристрастиями, поговорили о том, о всем, какие-то друг другу, может быть, рассказали секреты, кто как, что делать. Музыканты тогда делились и сейчас продолжают делиться, ну, какими-то техническими моментами, творческими моментами. Вообще, как ты относишься к мату со сцены, в творчестве, в песнях? Мат – это часть языка, нельзя его вообще отрицать, и мне посчастливилось знать таких людей, как Юса Лешковский, дай бог ему. Да, и, значит, Михаил Генделев, поэт, которого уже нет в живых, величайший, один из последних вообще поэтов. И, ну, это такие умельцы владения матом, что там рядом не валялся вообще никто. Это люди, которые так излагают эти Ивата, что он звучит как музыка. Язык – это река, которая течет, и вот в ней есть все, понимаешь, да, и мат – это часть, это река. Эти реки куда не текут, они забыли про море. Инстаграм, ты системно его ведешь? Нет, я его веду бессистемно. Но ты же ведешь, для тебя это не тяжело так, нужно написать пост, написать что-то. Для меня это не очень комфортно, я тебе скажу, почему. Потому что мне приходится это делать самому, ибо ко мне много раз приходили люди и сказали, «Давайте, мы сделаем вам миллионы, у вас такая аудитория, давайте мы все знаем, мы все знаем». Ну, мне не надо, я ничего не люблю делать искусственно, я люблю понимать, вот, знаешь, что же я из себя представляю в реальности. И поэтому мне стало интересно, я завел его, я что-то туда кладу, посмотрим, что из этого получится. Сегодня Инстаграм, завтра же Инстаграм. Ты же понимаешь, что все это изобретено не нами с тобой, а нам выбирать, пользоваться этим или не пользоваться. Но, коль скоро мы уже заговорили про Инстаграм, то это важно. Подписывайтесь на нас в соцсетях, следите за нашими новостями, чтобы вас не путать, два самых простых хэштега. Андрей Державин в одно слово и песни о хорошем в одно слово. И там вы все увидите, все узнаете, все поймете, и там не будет ни ноты фальши, потому что мы ни на кого не стараемся произвести впечатление, а мы стараемся просто делать то, что нам нравится. А если еще это понравится и вам, то, в общем, по сеансу у нас сложился. Очень приятно пообщаться. Да, да, ты, подожди. Выпьем, ты чего? Какой выпьем еще? Сколько времени? Выпить хочется, но у меня. Брат ты мне или не брат, рад ты мне или не брат, сядь со мной за стол, налей себе вина, и если ты мне брат, то пей со мной до дна.